После моей днюхи прошло уже очень много времени, и после того, как мы в прошлой серии кончили на пляже, я ехал к себе домой. И вдруг по пути я увидел сухопутный корабль, и он начал в меня стрелять ракетами! Здесь резко вылезла моя защита из-под земли, и более-менее защитила меня, но одной ракетой всё-таки досталась по моей ласточке БМВ. Я решил им отомстить с помощью минигана. О, падла, мне опять почку продавать! Получай, нечего вы там выставили все? Это тебя за всех кланов наших! На! Ха-ха! В общем, эти сухопутные пираты начали меня пытаться убить, но они не знали, на кого они нарвались. Ты знаешь меня, ты знаешь, на кого ты нарвался? Я бессмертный! Я сейчас тебя за мочу, понял? А-ха-ха! Мы не встали, не надо! Ха-ха-ха! И в конце я решил к ним закинуть С-4. Получай! Но ничего необычного не было, сухопутные корабли вижу каждый день. Ну и после этого инцидента я решил поехать к Илана Маску в дом. И как только я выбрался с помощью телепорта через стену, я увидел то, что около Илона Маска и Джонни Деппа стоит мой клон. Илон Маск просто начал сотрудничать с Джонни Деппом, но это ничего страшного. Я в этого клона влетел с двух ног нахуй. Илон Маск сразу же развернулся и сказал... Мэл, ну ты чё, с ума сошёл? Это ж... Э, а почему у нас двое, э? Это мой клон, на тебе! Джонни Депп был просто тоже в шоке, отчего он и потерял сознание. Потом я кинул своего клона на прогиб, и он просто развалился на части. Илон Маск сказал... Мэл, ты меня задал пару дежурок, я убью вас всех и всех твоих клонов, ты меня достал уже! Я был просто в шоке от своего лучшего друга, такое существо. Он меня гидал сквозь стены, разбивал мою стену, но потом два моих помощника решили мне помочь. Но у них это не получилось. После того, как я кинул Илона Маска в потолок, они решили мне помочь. Бро, бро, Володар, в помощь, слушай! Братанчик, ты чё, загорелся-то? Володар, я иду! Володар! Ты чё, Айлон Маск? Да давай сюда иди, чё ты, сюда иди! Иди в жопу, я бессмертный! И меня придавило большим компаратором. И Илон Маск начал надо мной издеваться. Ну чё, Малон, ты знаешь о жизни? Я сейчас тебя буду мучительно убивать, у меня как раз есть оружие от бессмертных. Я думал, это конец, я просил его о пощаде. Илон Маск, не убивай! Я думал, что надежд уже не было, но случилось это. Ну чё, короче, щас я тебе буду рассказывать. Я не помешал вам? Ё-моё, Кастаник, ты вообще вовремя, он меня чуть не убил. Давай влази оттуда и пошли ко мне домой. Так помоги мне! Щас, давай. Брутал, сзади граната летит! Она щас убьёт этот Илон Маск сверху, брутал! Чё? Брутал, нет! Ну я подумал, что я его возрожду потом. Хотя как повезет во зомби стал смертным, если он был бессмертным? И в конце Илон Маск закинул мне маленькую гранату, и это всё взлетело на воздух. Нет, брутал! Брутал, я тебя возрожду потом! Давай, вонючись, железка! Помогите! Помогите! Илон Маск улетел на своей новой разработке в вентилятор. Ё-моё, надо улетать быстрее туда! И мы встретили этого Илона Маска, и он случайно раздавил свою жену. НЕТ, ЖЕНКО! Валдар, в ФВЗ как мы выжили? Я же вас только что убил! Мы выжили, и ещё у нас есть кое-что. Оружие для таких, как ты, бессмертных. Хы. Ребят, ещё раз! Пошли ко мне домой. Согласен. И когда мы ехали к Астаниту домой, это его, ну, уже пятый дом, я случайно врезался в его, ну, дверь. Но он меня простил. Куда летишь? Надо аккуратно входить в дверь. Вот так вот. Ну, блин, тормоза просто надо бэхи поменять. Ты мне её просто купил, так она плохая. А тебе нормально тут на склоне горит? Да, Львов! Твою мать, чё это ещё такое? Брутал, тебе опять дом сломали! Творец! В итоге это был дядя Вася и его, но и рабы. Дядю Васю мы не увидели, но эти рабы решили нас попробовать убить. Но у них это не получилось. Ты чё, Валона, вообще на! Это доктор говорил что-то на арабском, но я его случайно убил с помощью ноги. Своей естественно. Спустя время мы как-то очутились в небе, и мы летели на торговое судно. Мы его смачно разрубили на две части случайно. И всех, кто там был, они умерли. Капитана раскручила просто палкой кирпичный скромник, улетел куда-то в открытый океан. И бабка не выдержала и сказала... Ну нахер? И она смачно ударилась об стену. И я решил воспользоваться новым телепортом. И телепортировался прямо к своему отелю. Начал я, значит, подходить к своему отелю и увидел каких-то двух типов в каске. И они мне сказали... Слушай, пацанчик, пропуск, предъяви, что ты клон. Вот мой пропуск! И я понял, что мой дом захватили клоны. Я решил их всех по одному замочить. Возорвался к первому, ко второму, к третьему. И в итоге они все... Говори, кто вас прислал! Я не знаю, я Ландерфлэй настоящий! Да пошёл ты! Настоящий. Ах, фу! А, мой пол! Что происходит? А! На тебе клон! Братан, тебе не кажется, что так сегодня всё хорошо, да? Это что такое? Да это птичка, наверное. Твою шмать, это наш друг! Видишь, зачем я нашу каскочника? А, Ландерфлэй, меня прострелили! А-а-а! Говорите, кто вас прислал! Убью нахер! У меня есть оружие получше. Вот же чёрт, патроны кончили! Сука! Загляни! Загляни! Нас! И в итоге я убил последнего клона с этой пушкой, которая может убивать бессмертных. Твою мать, ребят, меня пострелили! Походу видео про обычный день уже не будет выходить. Ах, ребят, эта пушка была для бессмертных. А-а! Я чё, идиот? Сандюшечку с крыжи! А-а-а! Я просто решил лечь поспать. Ну а завтра решил сходить к доктору, чтобы провериться на эту пульку. Маленькую. И на маленькую дырку в своём пузе. Ну, короче, я решил спать. Укрылся плотью своего двойника. Всем, ребятушки, до следующей серии. он чуть думал все так просто да логичный чел вот что такое и вот так проходит шестой день мылана в игре мылана плейграунд но ты пока можешь поставить лайк и подписаться чтобы седьмая часть вышла как можно быстрее но с вами был елодар в плей до следующего видео пока а